Самое главное в этой работе ответственность, любовь к животным. Гульфия Бигбулатова из Бугульмы 20 лет работает дояркой в хозяйстве Эко-Нива. Сегодня представляет свой район на республиканском конкурсе операторов машинного доения коров. Надеется только на победу. Уже давно освоила современные технологии. У нас там доильный зал и мы доим 2000 голов, 5 человек. Нужно любить свою работу, с настроением приезжать на конкурс. Очень понравилось, прием очень хороший в этом районе. Ирина Захарова участвует в конкурсе впервые. Я работаю до 17 лет. Волнитель нужна. Аппараты как-то другие, но это не такие, как у нас. Победитель сильнейший, я думаю, главное не победа, а участие. В Елабужском районе в доильном цеху большинство мужчины, говорит опытный дояр Василий Тронин. 24 года работаю в этой сфере животноводства. Работаю, мужчины дают, женщин нету, а здесь я смотрю, женщины. На конкурс тетюши приехали 43 участника. Все они победители районных соревнований. В нашей республике сложилась такая добрая традиция ежегодно проводить конкурс мастеров машинного доения, которому принадлежит большая роль в повышении профессионального мастерства наших животноводов. Благодаря добросовестной отношению к труду всех работников животноводства в республике стабильно сохраняется производственный потенциал, растет производство продукции. За 7 месяцев текущего года производство молока увеличилось на 3%. Соревновались три этапа. Сначала проверяли. Небольшой теоретический тест. Затем разборка и сборка доильного аппарата. Все 35 деталей нужно собрать не только в правильной последовательности, но и уложившись в пять с половиной минут. И, наконец, главное испытание – доение коров. Высшие баллы судьи ставили за чистоту молока. По всем этим трем этапам проставляются баллы. Эти баллы суммируются и уже по результатам выявляется победитель республиканского конкурса. Абсолютным чемпионом в этом году стала доярка Елена Семенова из Высокогорского района. Из 100 возможных она набрала 97,2 балла. Сирина Сахапова, Игорь Романов, ТНВ, Тетюшский район.